Итак, мы снова в нашей студии, мы рядом с Полиной, и мы продолжаем разговор по поводу изменений, которые, в общем-то, Полина ощущает и видит и у себя, и у ребенка. Я напомню, что мы остановились на том, что прежде всего в нашем центре определяются причины, которые вызывают проблемы. То, что, собственно говоря, не делалось раньше до того. И как только мы определили, мы выявили причины, причем вот интересно, что проблемы выявляются не только у ребенка, Полина, но я думаю, что тебе тоже, про тебя же рассказали массу интересного, да? Вот поделись. Про твое тело. Да, ну, да, про тело, про внутренность. Да, ну вот скажи, людям же интересно, что действительно происходит здесь. Твои ощущения от того, что тебе наговорили? Открыли мне глаза, что у меня очень много оказывается проблем. Очень много. Я даже не думала, что у меня их столько много. Органических проблем. Да, проблемы, которые внутри, которые... Да, в том-то и дело, именно проблемы, там, например, по женской части. Щитовидка у меня увеличена. Боже, да много всего. И со спиной. И оказывается, у меня нога одна короче, чем... Неровная, короче, ноги. Он тебя немеет по все время, правильно? Да, и немеет. Ты не обращал на это внимания? Не обращал абсолютно. Мне что-то болит, ай, пройдет. Болит, ай, пройдет. Ну, куда пройдет? И почки у меня плохие, оказывается. И печень плохая, и все у меня плохое. Было. Получается, было. Я намного себя здесь легче чувствую. Вот, смотри, как интересно. Ты внимания не обращал. Ты считал, что все в порядке, все здорово. Тебе, как бы, вот, продиагностировали, показали и начали с этим работать. И вот, уже прозвучало еще раз, все-таки, какие изменения в твоем состоянии ты ощущаешь? И надо ли вообще тебе это было? Может, и Бог с ним? Нет, мне это очень даже надо было. А вот, как ты ощущаешь, какие изменения, и как ты чувствуешь себя, вот, по прохождению недели, там, недели и двух дней, как изменилось твое состояние? Хорошо, если начала чувствовать. По крайней мере, я поняла, что даже по приезду в МИС мне надо будет по каким специалистам доходить. То есть, уже составилась какая-то программа. Да, то есть, у меня уже есть определенные моменты, на которых я буду обращать внимание. То есть, мне указали, что вот, у тебя здесь плохо, у тебя тут плохо, надо здесь делать, это сделать, то сделать. То есть, я тебе признаю, хотя бы... И самое главное, наверное, что ты впервые за вот эти несколько лет обратила внимание на себя. На себя, да. Давид меня этому научил, потому что я себя вообще не видела. Я себя уже не то, что на тот план поставила, я себя просто с лица земли стерла, и все. Потому что у меня, видите ли, проблемы. Оказывается, у меня нет проблем. У меня замечательный ребенок, и благодаря действительно правильному поставленному диагнозу и работе над ним... Да. Обращать внимание надо было на другое просто. И вот, Полина, тогда у меня вот такой вопрос, чтобы ты... Ну, это достаточно традиционный вопрос. Ну, во-первых, еще такие моменты, которые всегда интересны, и которые всегда с интересом слушают. Вот в плане каких-то, помимо лечения, каких-то, вернее, как часть лечения, какие-то поездки, какие-то экскурсии уже были? Где-то вы побывали, что-то посмотрели? Да, в Эрдане я покупалась. Ну, какие ощущения? Ой, прекрасные. Я всегда на крещение у нас в Минске проруби там рубят, ледяная вода и холод такой. Я привыкшая, то есть мне эротан показался еще даже тепленьким таким. Ну, нынче, тепленький. А когда выходишь, прям, ну, думаешь, холодно, когда у нас там мороз, мы сразу вытираемся, одеваемся, и тогда получаем кайф. А тут нет, тут уже выходишь, и тепло не надо, не вытираться, ну, просто вот, ну, как будто вот воскресло, наверное. Ну, очень приятное ощущение. Это неописуемо, это надо попробовать, и все. Можно тоже вспомнить о том, что посещение святых мест есть неописуемо. Это очень важно для души, успокоения. Вот в храм зайдешь. Другое, другое, больше гораздо. Да, это был как раз следующий вопрос. Иногда Давид так немножечко меня опережает. Я хотел спросить, можно ли считать, вот для тебя, вот чисто внутреннее ощущение, что это тоже элемент лечения, тоже элемент восстановления, вот сущности духа человека. Ну, конечно, вы что, представьте, сколько во мне боли скопилось. Мне это надо все выплакать. А где вы это выплакаете, как мне, в святом месте? Ну, где? Так вот, я так как раз... Это все в комплексе, ну, вот тут вот все правильно, тут команда, ну, вот настолько все четко, да, все четко, что нужно именно и для себя, и для ребенка, и вообще твои мысли. И мысли лечат, и голову лечат, и душу лечат. Все это важно, все. Тут и врачи, которые тебе делают, и все правильно. Особенно вы это все чувствуете, даже, ну, как вы поняли, что у меня была грыжа? Вот как? Я же-то вам это не говорила, а вы вот, ну, вот как, ну, вот как, вы умеете, знаете? Вот, да. Вот, ну, как можно было догадаться? Я не говорила, Иван. То есть не просто догадаться, здесь еще и поправить это. Догадаться-то может быть полдела, а второе полдела это убрать. Да, потому что мы делаем, что мы не только определяем причину органическую, но ее и лечим. Мы ее лечим, и можем, в достаточной степени, можно сказать, вы лечим ее. Правильно. Я думаю, что вот то, что говорят всегда родители, вот они знают, это еще тело или нет, что специалистов много, и мы, в принципе, друг с другом не обговариваем, да, вот как бы иногда даже не сталкиваемся в процессе работы. Но... И у пациентов ничего не спрашивали. Абсолютно. Я приехала вообще без ничего, без диагнозов, без каких-то там анамнезов, без ничего я приехала. И все тебе рассказали в первой же день. И еще, Полин, тоже достаточно традиционный вопрос. Вот без всякого нашего с Давидом давления, просто чисто от себя, что бы ты хотела пожелать и, может быть, рассказать, или вот сказать тем мамам, тем папам, которые находятся вот в таком состоянии, как ты два года тому назад. Вот в состоянии растерянности, в состоянии страха, в состоянии какой-то депрессии, которые ищут, которые, вот, может быть, даже найдя центр Бердави, тоже считают, что там вот что-то варят, поят, дуют и так далее. Вот просто от себя этим родителям что-то скажи. Ты уже, как говорится, мама опытная уже, все, многое прошла, вот поделись. Знаете, вот по поводу даже того, что зачем лечить родителей, да? Да хотя бы для того, чтобы они вот это вот свое отчаяние, усталость, да, нашли, то есть силы даже найти и позвонить тому же самому Давиду. У них даже уже руки упали настолько, что они не верят никому, они затуманены. У меня есть в Минске знакомая девочка, я с ней познакомилась, то есть нас беда как бы, да, познакомила. У нее двое детей близнята, она ходит по каким-то дорогим центрам, начинает пичкать их эти анотропами. И я ей позвонила, говорю, Катя, надо ехать, я поеду, потому что я знаю, я чувствую, я знаю, что есть выход, но не может быть, ну не надо, эти таблетки не нужны они. А она уже настолько, как говорится, больна, что правильно Давид говорит, что надо лечить в первую очередь родителей, для того, чтобы они хотя бы нашли силы, да, для того, чтобы идти вперед. Потому что этот человек, Катя, я тебя очень прошу, я с тобой потом поговорю. Потому что сейчас еще у нее такой возраст, там, 4-5. Оставим, и немножко поясняю, что, значит, с нашей точки зрения лечить, это не значит, что какие-то психологические беседы и норовоучения, ничего подобного. Возвольт рабочий такой, счастливые родители, это здоровые ребенка. И, естественно, полнокомплексное лечение на органическом уровне всех родителей, взрослых, в том числе с помощью очистки организма, с помощью колонн-терапии. А тут все очищают? И внутренне очищают, и наружно очищают, и голову очищают, морально? Это один из пунктов, не знаете, только очищением, это просто один из... Мы лечим... Один из элементов комплекса, конечно. Происходит, в данном смысле, регенерация тканей. Мы стараемся об этом не говорить, но это то, что происходит, результатом чего является психология. Да, из-за того, что вот так вот все вот так вот скрыто, люди и начинают задумываться. Считается, это невозможная регенерация тканей, считается, что нервные клетки не восстанавливаются. Ну, мы об этом не знаем. Восстанавливаются. Ну, на самом деле, они восстанавливаются, и другой вопрос, что мы заставляем их восстанавливаться быстрее, немножечко. Вот. Ну, это как раз и элементы, в том числе различные методики, которые, ну, скажем, нет никаких особых тайн. Весь вопрос в том... Ну, вот, Полина, если есть еще что-то сказать родителям, которые нас смотрят, что-то им передать, пожалуйста, есть что-то добавить без дополнительных вопросов. А можно и кратко надо было? Не дуть. Да, не дуйте в попы своим детям. Надо брать их за шкирки и просто-просто воспитывать. Залить им радость быть человеком. Да, да. То есть во благо, в их нееже благо. Потому что мы думаем, что мы, ой, обидели. Нет, это все правильно. Кратко говоря, не дуть. Не надо дуть. На самом деле... Дуть не надо. На самом деле... Дуть или не дуть? У вас в чем вопрос? Просто относиться к ребенку как к нормальному, полноценному, здоровому человеку, просто соответствующему возрасту, который может и там посолить и... Да, вот я сделала большую ошибку, что, как говорится, дуло. Потому что мне сейчас с ним справляться надо. Вот если бы не дуло, у нас бы было намного все проще. Правда, Давид? А так как я ему уже надула, он мне такое тут выдает. Ну, для этого вы и здесь, да. Главное, что есть силы, желание, есть понимание того, что нужно делать, как нужно это исправить. Ну, Полиночка, спасибо за нашу беседу. Надо просто верить. Верить в лучшее. И все получится. На этом мы тогда подведем итоги. Я думаю, что, может быть, к концу пребывания у вас здесь где-то через дней 10-19 мы еще здесь увидимся. Вот будет желание поговорим. Обязательно. Что произошло за вот это время здесь, может быть, какие-то еще интересные моменты. Не может быть, а будет. Всплыву, да. Вот мы об этом расскажем. А сейчас мы прощаемся с нашими зрителями. Желаем им всего доброго, здоровья, успехов. Спасибо, Полина, за разговор. До новых встреч.